Это было в разговоре, она сказала, я как ела, так и ем собак. Мне вот недавно Паша принес собаку. Такое впечатление, что это вот прям панацея от всех болезней для нее. Татьяна Дедюк уже несколько лет на охране всего живого в поселке. Угроза хвостатого мира, соседка Екатерина через пару улиц. С ней мы познакомились в сентябре. Я чужих никогда не беру. Мне кто дает собачку, кто отдает. А так, чтобы я ловила, они мне нахрен не нужны. Я чужую собаку есть не буду, я не знаю, чем они, все, и больная. Только домашняя. Тогда в соцсетях появилось видео с жестокими кадрами. Рядом с пенечком, по-хозяйски аккуратно, Екатерина отрубала лапы и разделывала еще живыми щенят. Показать этот файл мы, конечно, не можем. Виск умирающих собак ужасал соседей и их детей. А попав в социальную сеть, взбудоражился у защитников региона и всей страны. Это корейцы сказали, что они хорошо туберкулезом. А у вас туберкулез? Ну я не знаю, он вроде бы, да. Хоть говорит, что она их ест, потому что она болеет туберкулезом. На учете она в туберкулезе не состоит, мы проверяли. Это просто отговорка, которую научил ее полицейский. По словам местных жителей, женщина работает у полицейского на участке. Может поэтому жалобы на нее никак не влияли на уклад жизни Екатерины. После нашего сюжета была назначена проверка, женщину поместили в психбольницу, а потом она вернулась домой. Гавкает, но дружелюбно виляет хвостиком. В сентябре конру с псом делила светлая собачка. Сейчас он встречает нас один. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы журналисты. Пошли нахуй. Все, мне нету дома. По словам жителей, у Екатерины бывают разные фазы состояния. Дружелюбную мы не застали. Они писали в полицию, они писали участковому. Она сказала, ну собаки закончатся, я на ваших детей перейду. Ну значит, я вот это расцениваю, как угроза. После вмешательства депутата Госдумы проверка в отношении Екатерины зимой возобновилась. Провели расследование и сейчас документы направляют в суд. Говорят, что следователи, конечно, решать будет суд, но по материалам же следствия. Вот, как бы там они склонны ее просто оштрафовать. Ее не штрафовать надо, ее нужно изолировать. Так она извивает своего сожителя, молотком у него все, не лицо, а кровяное месиво. Понимаете, дело не в том, что жрать, извините за грубое слово, а дело в том, что истязать ей, ей заставляет удовольствие истязать людей ли, детей ли, собак ли. Дата первого заседания пока неизвестна, но в Рубцовске обещают внимательно следить за процессом и не пропускать заседания. Надежда Дрюпина подчеркивает, что активисты не против употребления в пищу мяса. Все-таки у каждого свои предпочтения. Люди выступают именно против насилия над животными. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...